Лето, 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 это то время, когда в игры меньше всего хочется играть. Ведь все гуляют, отдыхают, или же работают и некогда играть. Да и не хочется. Но бывает, появляется желание запустить пекарню и во что-нибудь пошпилить. А вот во что, я вам сейчас расскажу, что летом выйдет новенького. Всем привет, поехали! И первая игра, которая уже вышла 1 июня, Некромунда Хайрган. Это игра в жанре шутера от первого лица, в которую вам предстоит отправиться на планету Некромунда. Главный герой – охотник за головами, который в погоне за очередными заказами прибывает на Некромунду, где обитают самые опасные и кровожадные маньяки, часть которых станет вашей целью. Геймплей очень-очень похож, как в Думе или Shadow Warrior. В игре вы будете перемещаться по локациям с вертикальными платформами, бегать по стенам и использовать крюк-кошку. На каждом шагу вас будут поджидать противники, с которыми можно расправиться с помощью огромного арсенала огнестрельного оружия. Следующая игра также уже вышла, а именно 4 июня. Снайпер – Готшот Варио Контракт 2. Это все тот же одиночный шутер от первого лица в жанре Ашн. Новая часть линейки Снайпер – Готшот Варио. Вам предстоит сыграть за снайпера-убийцу, готового выполнять самые сложные задания. Главный герой – Жнец, наемный убийца-снайпер. Действие в игре будет происходить на Ближнем Востоке, а именно у границ Ливана и Сирии. В игре доступны 2 сюжетные кампании, в которых будет 24 миссии, ну и также побочные задания, выполнять которые можно, перемещаясь по обширной местности на 5 уникальных картах. Если вы любитель хорошенько постелсить и пострелять на средних дистанциях в высокой динамике, здесь это есть. А для любителей средневековых сражений вышла замечательная игра Shilvery 2. Это продолжение нашумевшего средневекового экшена, первой части, в которой игроки принимали участие в массовых рыцарских сражениях. Shilvery 2 это многопользовательский слэшер, где бои ведутся в формате от первого лица, с активной боевой системой и возможностью выбрать различные тактики и стратегии против оппонентов. Разработчики второй части заявили, что в их новой игре произошли кардинальные изменения с момента релиза Shilvery. Среди них можно отметить Увеличение количества одновременно сражающих игроков на карте до 64 человек, добавление ряда новых анимаций и боевых движений, существенно улучшенная графическая составляющая. В Shilvery 2 предоставили всем рыцарям возможность взаимодействовать с постройками и элементами окружения. Можно будет забегать в здания и разрушать их, ну или поджигать, задействовав разнообразную военную технику, соответствующую и сеттингу. Также, помимо прочего, в игре предполагаются конные сражения, ежедневные испытания и челленджи, которые позволят игрокам получать ценные косметические награды за активность в игре. И еще одна онлайн игруха – Dagen Dragons Dark Alliance. Это новая игра по знаменитой вселенной подземелья и драконов, ориентированная на кооперативное прохождение. Игрокам предстоит в группе до четырех участников сразиться с массой новых противников, обладающие уникальными механиками. Задача будет состоять в поэтапном прохождении нескольких десятков уровней. В игре подготовлено 21 уровень, каждый из которых заканчивается сражением с уникальным боссом. Проходить их можно как в кооперативе с друзьями, так и в одиночку. В случае успешного выполнения задачи, вас ждет ценная награда в виде снаряжения и различных косметических наград. На выбор игрокам предоставляется один из четырех бойцов, обладающий собственными боевыми механиками. А вот это игруля The Escan. Экшен-РПГ на выживание, в стиле киберпанк, с изометрическим видом. Главный герой игры – пешка огромной корпорации, которая потерпела крах. Теперь он вынужден бороться с преступным синдикатом и другими организациями. Вам предстоит исследовать город, метко стрелять, уничтожать врагов и забирать у них необходимые предметы. Чем сильнее ваш противник, тем более ценную их добычу удастся получить. Играть можно одному и также в кооперативном режиме с составом до четырех человек. Ну а для девчонок 24 августа выйдет классная игруха – Кена Моздухов. Это сюжетное экшн-приключение с элементами исследования и динамичными сражениями. Девушка Кена обладает необычным талантом. Она – проводник, который помогает обрести покой душам, застрявшим между мирами. Ее задача – выяснить, что держит несчастных и спасти их. Играя за Кену, вам предстоит собирать команду очаровательных духовных спутников – гнилушек, усиливая их способности и по-новому воздействуя на все вокруг. Сражается героиня с помощью посоха, который может превратиться в лук. Также в арсенале Кены есть магический барьер для защиты от врагов. Кена Моздухов – красочная игра с отличной графикой и несколькими уровнями сложности. Перемещайтесь по сказочному миру, разгадывайте головоломки, сражайтесь и побеждайте, чтобы помочь духам. И еще одна игра в Эде 24 августа – Kings Bounty 2. Это фэнтезийно-ролевая игра с открытым миром. Вам предстоит выбрать одного из трех героев, каждый из которых со своей уникальной историей, и отправиться в увлекательное путешествие по миру Антары. Исследование мира в игре делится на две части. Первое – это путешествие с видом от третьего лица, где вам придется изучать окрестности, получать задания и общаться с местными жителями. И второе – пошаговое стратегическое сражение в случае вооруженного столкновения, где необходимо одержать победу с помощью тактических преимуществ. Во время боя необходимо правильно распоряжаться своими войсками и использовать ландшафтные объекты, начиная от холмов и заканчивая врагами. Как утверждают разработчики, бои будут проходить на открытой местности, и выгодная позиция героя может дать большое преимущество в стычке. Как говорят разрабы, во время путешествия вам придется принимать сложные моральные выборы, несущие за собой не менее тяжелые последствия. Поэтому будьте внимательны и принимайте правильное решение. И последняя игра в видосе, которая выйдет летом, а именно 31 августа, да, в самом конце лета. Это многопользовательская ролевая онлайн игра New World. В игре вы будете выживать в огромном открытом мире, где вы можете основывать целые гильдии, захватывать земли и сражаться за них с другими игроками. Также вам предстоит драться с различными монстрами и различными животными. И еще старательно охранять содержимое своих карманов, ведь в случае гибели героя весь его инвентарь станет добычей убийцы. Особенность игры Новый мир – повышенная реалистичность. В ней меняются времена года. А также предусмотрена система погодных явлений. Цикличность дня и ночи – важная характеристика. В разное время – в разные враги. По мере прохождения предстоит улучшать свое оружие. И еще расширять инвентарь. Это нужно для эффективной защиты от нападения. Как такового сюжета в игре нет. Действия игры развиваются вокруг деятельности персонажей. Ну а на этом все с играми, которые вышли и которые точно выйдут летом. Я вам рассказал и показал. Но еще не все. Хочу быстренько рассказать вам про самые интересные игры, которые вышли весной. И первая игра – It Takes Two. Это приключенческий трехмерный платформер для игры в кооперативе. Самый лучший, кстати, на мой взгляд. От компании Heisling, создавшая ранее прекрасные подобные проекты под названием «Путь Оу и братья-повесть о двух сыновьях». В It Takes Two предлагает совершенно новый сюжет, не связанный с прошлыми играми. В нем рассказывается история пары, находящаяся на грани развода. И по волшебству превратившаяся в кукол. Теперь им предстоит выяснить причину своей трансформации. И спасти свои отношения. Как и прошлые игры студии, It Takes Two предлагает красочную графику. Приятный кооперативный режим для двоих и множество совместных механик, без которых невозможно прохождение дальше. Следующая игра – Outriders. Еще одна кооперативная игра в жанре экшн-шутер. Доступен также и одиночный режим игры. Действие игры разворачивается на фантастической планете Инок, где люди живут в тяжелых условиях. Игрокам нужно взять на себя роль первопроходцев и отправиться вглубь планеты для исследования загадочного сигнала, который поступает из неизвестного места. Первопроходца можно выбрать из четырех представленных классов. И конечно же у каждого персонажа будет доступна собственная система развития навыков. Задача игроков – побеждать колонии монстров и продвигаться вглубь планеты Инок. А с каждым уровнем чудовище становится сильней и хитрей. Побеждать их будет сложней и сложней. И еще этой весной вышла новая часть Резидента. Резидент Evil 8 Village. Это восьмая по счету игра по знаменитой вселенной хорроров, рассказывающая о противостоянии нескольких героев и представителей корпорации Umbrella. Игровой процесс Village состоит из погони перестрелок. Главный герой – все тот же Итан из прошлой части, которому предстоит отбиваться атакующих его противников. В игре вас ждут битвы с рядовыми противниками, например обычные зомби или укушенные, а также с мощными боссами, по типу Альсины Димитреско с ее дочерями, ее брат Кайлы Гензетберг и другие. Помимо простых прогулок по локациям, вам предстоит решать несложные головоломки и бродить в поисках нужных для выживания предметов. К ним относятся патроны и аптечки, а также материалы для крафта вещей, которые пригодятся вам в битве с чудовищами. А это Days Gone – постапокалиптический приключенческий боевик с открытым миром. Эта игрушка была эксклюзивом для Соньки, но в этом году ее перенесли на ПК. Главным героем проекта является Дикон Сент-Джон, который до апокалипсиса был членом одной известной байкерской группировки. Почти все его друзья погибли и стали фриками, и теперь нашему смелому бойцу предстоит сражаться за будущее целого мира. Путешествуя по огромным локациям, вы будете сталкиваться с монстрами, с целыми ордами фриков, которые являются не совсем зомби. Они мутировали в нечто отвратительное и мерзкое, но все еще не до конца мертвые. В лице байкера Дикона необходимо колесить по дорогам на верном байке и выполнять различные задания. Собирать ресурсы, добивать себя амуницией, противостоять вооруженным бандам и фрикам. Выдавать вам задания будут NPC в нескольких лагерях, которые расположены в бывшем США. Ну и последняя игра, на которую стоит обратить внимание, Биомутант, приключенческий экшен с элементами RPG. Действие которого происходит в постапокалиптической вселенной. Игроку предстоит играть за антропоморфных персонажей, животные и мутанты, которые будут путешествовать по красочному миру и расправляться со всеми с помощью кунг-фу. Кроме того, они смогут пилотировать мехами, парапланами, воздушными шарами и водными мотоциклами. Уникальный геймплей игры позволяет игрокам изменять свои способности и внешний вид своего персонажа. Вырастите когти, раскройте крылья или прикрепите роботизированную ногу. Каждое улучшение и выбор игрока повлияет на то, как ваш герой будет себя вести в режиме реального времени, который сочетает рукопашные боевые искусства и огнестрельное оружие. Ну а на этом уже точно все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Пишите в комментах, какую игру вы ждете или какую вы уже поиграли. А с вами был Сэндэй, всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok